Всем привет дорогие друзья! И сегодня в этом видео мы поговорим о том, почему нельзя худеть локально. Жир в нашем теле в основном хранится в жировых клетках, липоцитах, в виде химического вещества под названием триглицерид. И для того, чтобы отдать его для каких-либо нужд организму, энергообеспечения, строительства клеточных оболочек, гормонов и тому подобное, жировая клетка должна этот триглицерид расщепить на жирные кислоты и глицерин. Процесс называется липолиз. Жирные кислоты и глицерин выходят из жировой клетки в кровь и транспортируются местам использования сигнала к тому, чтобы запустить липолиз и поделиться с запасенными жирами. Вспомним, что гормоны биологически активные вещества, с помощью которых организм управляет работой своих клеток. Они выделяются специальными органами, железами в кровь. Теперь должно стать понятным, что задержать гормоны, циркулирующие в кровотоке в каком-то конкретном месте, например, на животе или на бюдрах невозможно. Они будут контактировать и отдавать команды всем жировым клеткам организма. Эта способность отдавать команду к расщеплению жиров называется липолитической способностью. Хотя гормоны, обладающие липолитическими способностями, перемещаются по всему организму. Жир в разных местах будет уходить неравномерно. Это будет зависеть от кровоснабжения тканей, их капилляризации и от количества активности клеточных рецепторов. Жировая ткань в местах предусмотренных эволюцией для хранения жира бедра, ягодицы, живот будет запасать его активнее, а расставаться медленнее. В местах, где организму хранить и носить жир не очень удобно, запасаться жиром будет меньше, а расщепляться он будет быстрее. Теперь еще одна важная вещь. Расщепление жира липолит – это еще не похудение, просто жир из жировой клетки переместился в кровь и плавает там. Чтобы от него избавиться, нужно его сжечь, использовать как топливо для каких-либо целей, например, для мышечной работы. Если жир как топливо останется невостребованным, он поплавает по крови и всосется обратно в жировые клетки. В лучшем случае. В худшем создаст холестериновые бляшки в клетках стенок сосудов. Так что всякие приблудные чаи и пояса, обертания и прочая радость ленивого похудения, обещающие расщепление жира, однозначно являются обманом. Кроме того, не забывайте, что расставание жировой клетки с запасами жира – это химическая реакция расщепления триглицеридов. Жир невозможно раздробить, растрясти, растопить или выдавить из жировой клетки. Все физиотерапевтические процедуры, массаж, баня и другое в связи с целью похудеть решают одну единственную задачу – активировать в жировых тканях кровоток, улучшить микроциркуляцию. Да, задача важная. Чем активнее кровоснабжение, тем больше до жировых клеток доплывает липолитических гормонов. Но ведь это лишь улучшение транспортных путей к складам с запасами угля. Можно проложить десятки дорог. Но если этот уголь не будет использован как топливо, он так и останется лежать на складе. Все просто. Короче, бросьте искать волшебные упражнения и секретные режимы тренировок, чтобы убрать живот или подсушить бедра. Их просто нет. Меньше ешьте, больше двигайтесь, качайте мышцы, сохраняйте терпение и настойчивость. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всех обнял! Субтитры сделал DimaTorzok